Кукольный дом Поселились куклы, созданные руками талантливых гродненских мастериц Мы встретились первый раз на мастер-классе у Галины Жемчужниковой, которая нас обучала Мы ничего практически не умели сначала, но она заставила нас поверить в себя И вдохновила на то, что это возможно Хотя ни у кого из нас нет ни художественного образования, никакого, грубо говоря, в этом направлении нет Но творчеству все возрасты покорны, не надо никогда бояться И вот эта смелость и желание создавать, творить красивое что-то, создавая своими руками Оно и сыграло свою ключевую роль в том, что эта библиотека наполнилась творческими работами Интересными работами, самобытными Всего в настоящее время в библиотеке более 70 кукол Они не только украшения интерьера, но и главные герои многих мероприятий Это мягкая игрушка, это тедзи, это обереговые куклы могут быть, это коллекции Здесь собрана не только ручная работа, но бывает так, что и магазины, и фарфоровые какие-то куклы кто-то нам дарит Мы принимаем в дар Делаем различные выставки на различные тематики И куклы нам в этом помогают раскрыть нашу книгу, привить любовь у детей к чтению Особенно это важно, когда ребенок приходит, узнает какого-то персонажа И ты ему начинаешь рассказать, с какой книги, например, Буратино или Мальвина Он говорит, ой, а я хочу эту книжку прочитать И просят нам записать ее То есть вот это радует, что идет отклик, идет, ну это не просто так, не зря Интерактивные игры, квесты, экскурсии и мастер-классы Современные дети в библиотеку ходят не только за книгами Сегодня мы пришли в музей авторской куклы с девятиклассниками А вот для того, чтобы посмотреть, какие бывают музеи в маленьком помещении Почему для нас это актуально? Потому что у нас в школе есть музей, посвященный Гродничине в годы Великой Отечественной войны Вот недавно ребята его также посещали Он расположен также на небольшой территории, так бы сказать, на небольшой площади, будет правильнее сказать И посмотреть, как можно организовать музей другой направленности, тоже очень интересно Тем более кукла Можно сначала сделать рисунок или эскиз своей будущей работы Потом делать размеры, проекцию будущей куклы Потому что, как правило, это идет один к восьми То есть мы лепим голову в соответствии с нашими пропорциями Чтобы потом не было симметрии Или, например, голова большая, ноги маленькие То есть это все нужно учитывать Анатомические особенности будущей куклы Ребятам рассказали об особенностях создания кукол И провели не только экскурсию, но и мастер-класс по изготовлению броши Я понял, что не только девушки могут заниматься каким-то рукоделием Узнали много интересной информации Очень красивые куклы, очень красивые выставки Мне, в принципе, понравилось Я думаю, что не зря сюда приехала Смотришь и просто поражает, насколько все реалистично Насколько все удивительно красиво И тут каждая кукла, вот смотришь И сматриваешься в каждую деталь В каждую маленькую деталечку, которую делал этот человек И ты даже не можешь поверить, что это делал сам человек У сотрудников еще много творческих планов Один из проектов, над которым они уже работают Создание Батлейки После ее появления мероприятия в библиотеке номер 3 Будут сопровождаться еще и кукольными представлениями Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин